Будет ли рубль укрепляться или национальная валюта будет и дальше девальвировать, обсуждаем с Максимом Асачем из БКФ банка. Какая сейчас ситуация с рублем? Периодически показывает укрепление, потом ослабление, но в долгосрочной перспективе какие факторы будут влиять и ваши прогнозы? Основные факторы, которые воздействуют на рубль, хорошо известные и новые как бы не появляются. Это, во-первых, нефть, которая сейчас вот нащупала некоторые, судя по всему, такой коридор равновесия около 50 долларов и вот как-то в нем живет. Мы можем потом остановиться подробнее на факторов нефти, но пока вот зафиксируем, находимся в каком-то таком достаточно устойчивом боковике по нефти, то есть вот пока нет отсюда импульса, хотя там могут быть свои сюрпризы, которые мы можем обсудить позднее. Второй фактор, который воздействует на российскую валюту, он также, ну скажем так, успокоился, застабилизировался. Это фактор связан с санкциями. Пока в ближайшее время... Вы видели пик выше 70 рублей за доллар, потом резкое снижение, вот это все было таким временным фактором или эту волатильность следует ожидать постоянно? Пока рубль остается безусловно самой волатильной валютой мира, опережая по волатильности даже украинскую гривну и вот с недавних пор белорусский зайчик. Вот собственно вот эта тройка валют сейчас является лидерами по волатильности. Если посмотреть на динамику всех валют мира по отношению к доллару вот за год, то вот я смотрел буквально неделю назад, как раз был именно такой порядок, то есть рубль упал сильнее всех валют мира, на втором месте гривна, на третьем белорусский зайчик. И вот мы видим определенные скачки нефти, вот мы говорим, они стабилизировались. Другие факторы тоже в определенной стабильности находятся, но валюта не находится. Нет, ну тем не менее, пока основные факторы, воздействующие на рубль, находятся, ну, вблизи какого-то такого неустойчивого равновесия. Соответственно, это трансформируется и вот в такое, ну, неустойчивое, но вот некое равновесие рубля. Он также находится в каком-то боковике неопределенном, то есть даже вот сейчас, ну, нельзя сказать, он там, ну, он чуть-чуть на какие-то там доли ослабляется, но вот серьезно рассуждать о том, что это благодаря нефти или благодаря еще каким-то факторам нельзя. Это уже рынок. Да, это уже настолько слабые движения, которые определяются и такими как бы текущими факторами, как, например, то, что мы вступаем в, ну, точнее, мы уже вступили в, так сказать, налоговый период, предприятиям нужно мобилизовать рублевые средства, соответственно, идет давление, так сказать, поддерживающая рубль, вот, и в то же время мы видим и некоторые факторы, ну, вот сейчас идет некий рост в нефти, тоже очень небольшой, тоже фактор, поддерживающий рубль, но в то же время и есть факторы, которые способствуют и ослаблению рубля, ну, это в первую очередь, конечно, отток капитала из России, он, кстати, тоже несколько ослабел, если сравнивать, скажем, первое полугодие к первому полугодию, ну, вот этого года к тому году, и второй квартал этого года к второму кварталу того года тоже мы видим ослабевание тока капитала, то есть ситуация успокаивается, политическая ситуация успокаивается, хотя, конечно, Россия пытается ввязаться во второй Афганистан, в Сирии. Ну, это скрипатический фактор, который там идет отдельно, пока он не влияет. Да, пока он оказывает крайне слабое влияние, поэтому вот то, что ослабилась ситуация в Украине, эта ситуация благотворно влияет на российскую валюту. Главный регулятор рубля Центробанк сейчас, после того, как отпустил рубль свободное плавание, интервенции проводят крайне редко и скорее словесные, чем денежные, он будет ли поддерживать рубль в таких условиях, когда некоторые факторы, когда некоторые факторы позитивно влияют на национальную валюту, или будет также оставлять все на усмотрение рынка? Ну, начнем с того, что с конца июля не проводились интервенции прямые, хотя, конечно, Центральный банк воздействовал на валютный рынок, но через более сложный инструмент, через валютный своб. Ну, и понятно, что и воздействие через какие-то другие инструменты уже просто чисто рублевые, как-то репо, как-то кредиты под нерыночные активы, они также, поскольку они изменяют рублевую массу, они воздействуют, естественно, и на курс рубля по отношению к доллару, к евро. Ну, это мягкие инструменты, которые будут ли они направлены на укрепление рубля, или на просто поддержание в определенном коридоре, не поддерживая ни одной инструменты? Я бы даже не сказал, что Центральный банк вот этими инструментами, уже чисто рублевыми, то есть не валютным свобом, а вот инструментами, которыми он, ну, тонкой настройки, которыми он воздействует на процентные ставки. Он решает вопросы уже не, как бы, рубля, не курса рубля, не воздействует на рубль. Он тут решает, конечно же, вопросы, в первую очередь, воздействия на процентные ставки. То есть, вообще говоря, у него есть вот такая текущая операционная задача, он пытается сделать так, чтобы ключевая ставка, она сейчас 11%, напомню, поднимали ее в декабре до 17%, вот сейчас снизилась, чтобы ключевая ставка была максимально приближена к ставкам, ну, скажем так, к овернайту, да, ставкам на рынке МБК. То есть, действительно, там отличия очень небольшие, преимущество находится в коридоре плюс-минус полпроцентных пункта, отличие ставки овернайт от ключевой ставки, вот. Задача, вот такая операционная задача, ну, текущая задача Центрального банка сделать так, чтобы ключевая ставка была максимально приближена к ставкам, ну, скажем так, к овернайту, да, ставкам на рынке МБК. Своим прогнозом на тему рубля с нами поделился Максим Асачи из БКФ банка. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев. Специально для Дука. Скопи ТВ из Москвы.